В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. Верховная Рада поддержала инициативу президента Владимира Зеленского о механизме проведения всеукраинского референдума, но с необходимостью его доработки ко второму чтению. За документ проголосовали 252 народных депутата. Согласно проекту закона провести референдум можно будет в четырех случаях. Далее. Питание загальнодержавного значения. Наступное. Питание про сміни территории Украины, как конституционная норма, которая предбачена в 73-й статті Конституции. А также питание втраты чинностей законом Украины или окремими его положениями. Водночас, одразу, чтобы остановить все маніпуляции, которые тривали час, лются с экранов наших телевизоров, мы на рабочей группе напрацювали четыре основных запобежника, для того, чтобы не допустить будь-яких махинаций и вариаций, повязанных с изменой территории Украины. Законопроект также предусматривает, что инициировать референдум смогут не только народные депутаты, но и украинский народ. В проекте закона указано, что на референдум можно будет вынести только один вопрос, и он должен быть поставлен так, чтобы на него можно было четко ответить «да» или «нет». А голосование может быть в том числе и электронным. Более 630 тысяч гривен залога назначил антикоррупционный суд Эйни Поповская, директору юридического департамента Одесского городского совета. Антикоррупционные органы считают ее виновны в приобретении бывшего аэродрома «Застава-2» по завышенной цене. По версии следствия, директор юрдепартамента участвовала в схеме, которая позволила завладеть суммой в 131 миллион гривен на приобретение территории для расширения кладбища. Впрочем, сама подсудимая себя виновной не считает и настаивает, что такие решения принимала не она. В НАБУ утверждают, деньги растратили в сговоре должностные лица Одесского городского совета и на тот момент руководитель авиакомпании «Одесса». Отмечу, кроме Поповской на скамье подсудимых директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектр и председатель профильной комиссии Василий Шкребай. Более 200 призывников пополнили ряды вооруженных сил Украины. Половину из них в этом году набрали на срочную службу из Одессы. Остальные прибыли в призывной пункт из городов и поселков Одесской области. В общем, отправить на срочную службу планируют более 900 призывников. Ребята будут проходить ее в учебном центре воздушных сил в городе Васильков, а учиться в центре Десна Черниговской области. Построение в масках и соблюдая дистанцию. Карантин нес свои коррективы в особенности проведения призывной кампании. Павел, хотя и был готов идти в армию еще в апреле, на плац вышел только сегодня. За мной пришла повестка на работу, все, вызвали, я пришел в военкомат, медкомиссию прошел. Когда стал вопрос, хочешь, не хочешь, ну, не скажу, сильно горел желанием, но понял, что надо. Папа говорит, что я служил, у меня папа военнослужащий, говорит, что надо идти, дед служил. В феврале мне повестка пришла, медкомиссию прошли в марте примерно, и уже ориентировочно было на апрель. Но потом эпидемия началась с коронавирусом, и это затянулось до июня. Родных Павла из-за карантина на территории военкомата не пустили. Ведь торжественное обращение с будущими военными в этом году отменили и ввели двухнедельную обсервацию. Основное нововведение цієї призывной кампании – это тестирование юных на COVID. Это будет происходить в районных центрах комплектирования за местом их прописки. Приезжая до Одесского збирного пункта, в день отправки они проходят контрольное медическое обстежение. Когда выявления подозрения на COVID, они тестуются. Если нет, и все хорошо, тогда они отправятся на обсервацию на два недели. У нас средства защиты есть. Перчатки, бахилы, маски. Все, что нужно у нас есть. Все тестируются на COVID-19. При входе на сборный пункт у нас стоит медсестра, меряет температуру, спрашивает жалобы. Если, не дай бог, кого-то температура, вызываем скорую медицинскую помощь и отвозят специализированное лечебное учреждение. На данный момент у нас ни одного призывника с температурой нет. Сегодняшняя отправка – первая с момента введения карантина в Украине. В Идейской области весной 2020 года планируется призвать близко 900 человек. В военкомате отмечают, что в зону проведения операции объединенных сил никого не отправят. Мария Горбунова, Евгений Ячменцев, 7 канал. Задерживают оплату за аренду и строят сооружение без разрешения. Четыре арендатора городских пляжей нарушают условия договора. Об этом рассказали в мэрии. Это касается, в частности, пляжа «Союза ветеранов-десантников», что на 16-й станции Большого фонтана также среди нарушителей арендаторы «Амбер» и «Фокус Лоржистик». По «Амберу» вы знаете, это пляж «Чайка», это 10-я фонтана. Там были произведены работы, начатые работы, собственно говоря, без каких-либо разрешительных документов, в которой является схема размещения временных объектов. Они не демонтировали на зиму то, что у них было. И есть там целый ряд вопросов. Тело мужчины обнаружили спасатели под завалами крыши частного дома в Белгороде-Нестровском. По информации ГСЧС, труп владельца пролежал под обломками строения несколько дней. Причины смерти устанавливаются. Запытки ребенка правоохранители вручили подозрения матери девочки, а также сожители и подруги женщины. 11-летнюю девочку взрослую не только били, а и сажали на цепь, чтобы не убегала из дома. Такой способ воспитания матери посоветовала ее подруга. Напомню, в апреле этого года в одном из сел Белгороде-Нестровского района из дома убежала 11-летняя девочка. За нее заступились соседи и позвали сельского главу. А тот полицию. Как рассказала девочка за трещину от матери, она получала за то, что вернулась домой слишком рано, пока взрослые не закончили употреблять спиртное. 42-летняя женщина злоуживала спиртными напоймами и не дала выполнение батьковских обязанностей. Она не одновременно притягалась к административной ответственности, а девочку получала из семьи. Еще два месяца проведет в СИЗО обвиняемый в убийстве Даши Лукьяненко. На очередном заседании суда в раздельной продлили содержание под стражей Николая Тарасову. Напомню, 12-летняя Даша Лукьяненко пропала прошлогодним летом. Девочку искали больше недели. Позднее ее тело нашли в выгребной яме соседей семьи. В убийстве и изнасиловании ребенка обвиняет 22-летнего Николая Тарасова. Сначала он сознался в преступлении, но со временем от своих слов открестился и заявил, что сделал это из-за издевательств со стороны полицейских. В Преображенском парке планируют построить арт-объект. Стену с именами людей, которые строили Одессу. Проект пока только на стадии визуализации, но активисты уже бьют тревогу. Все дело в том, до сих пор не установлены официальные границы парка. Ничего абсолютно не прояснилось, потому что мы бы, конечно, хотели видеть полную концепцию благоустройства, развития этого парка. Когда мы обсуждаем точечные объекты, за этими точечными объектами очень легко можно что-то немножечко себе оставить в кармане, как это мы видели уже неоднократно получалось с КП-парками Одессы. Изначально там есть неухоженная бетонная стена, она будет преобразована в арт-объект, на котором станут появляться фамилии, потому что стена большая и можно, так сказать, можно дописывать эти имена. У меня есть монография по истории кладбища, там сотни имен. Чиновники же настаивают на том, что вопрос утверждения границ парка только рассматривается, а приводить территорию в порядок нужно уже сейчас. Недавнее благоустройство, которое обошлось городу в 17 миллионов гривен, не сильно изменило парк. Таким увидели этот день. Корреспонденты седьмого канала следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.